Приветствую вас! Отвечая сразу на вопрос, который вы задаёте, я скажу однозначно да. Стоит мужчине сказать о своей симпатии, но только в том случае, если вы не будете от ничего от него ждать взамен. То есть, если вы от человека не будете ожидать того, что он ответит вам обязательно взаимностью, или что-то ещё в этом духе, то вы имеете полное право сказать ему о своей симпатии, потому что это чувство, и чувство это всегда хорошо. Но если по какой-то причине вы ожидаете от него чего-то, или вы хотите от него чего-то, или вы будете однозначно ждать от него чего-то, если признаетесь ему в своей симпатии, то в таком случае лучше не говорить, потому что в этом случае вы можете испытать разочарование, именно по той причине, что мужчина вам не ответит так, как вам бы, например, этого хотелось. Мужчина не ответит вам так, как хочется. И из-за этого вы можете испытать сильнейшее разочарование, которое, ну, ни к чему хорошему не приведёт. Может привести только к обидам, к каким-то негативу какому-то и так далее. То есть это вот такая может быть существенная проблема для вас. И чтобы данной проблемы не было, лучше всё-таки, значит, в этом случае не признаваться к мужчине, потому что ничего хорошего вы не сделаете абсолютно в данном случае. А просто-напросто навредите себе и навредите мужчине. Ну, в основном, конечно, себе, в основном, себе вы навредите таким образом. Вот. Дальше идём. Значит. Мужчина откровенно показывает вам свою симпатию. То есть все его действия говорят о такой, знаете, немного неуверенной симпатии к вам, немного неуверенному, чувству, вот, и скорее всего человек сам боится ещё, ну, так как, так же как и вы, возможно, боитесь, вот так же боится и он. Его открытность объясняется тем, что он считает для себя неприемлемым рассказывать много о себе. Это может быть и страх того, что информация может быть использована против него. Это может быть ещё какие-то важные моменты, о которых мы можем не знать. Ну, не стоит, не стоит воспринимать поведение мужчины обязательно как, знаете, ну, что-то такое негативное, может быть, для себя. Скорее всего ничего негативного именно по отношению к вам нет. Ну, естественно, осторожно соблюдать стоит, и если вы просто скажете о своей симпатии, этого будет достаточно, чтобы человек увидел ваши, ну, например, намерения, вот, и чтобы он уже сам для себя решил, что он будет делать, да, с этим. То есть, либо он будет продолжать сближаться с вами, раскрывая свои карты потихонечку, да, то есть, ну, как-то вот показывая вам что-то, что вы ему нужны, например, там, и так далее. Вот. Либо, 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 либо он, наоборот, будет требовать от вас чего-то своих-своего, и тем самым демонстрируя вам, значит, неуважение. Кто-то же вам будет в этот момент решать, то есть, кто-то вам решать. Хотите ли вы, чтобы эта ситуация была такой, что она оставалась такой, или нет? Но правда в том, что если вы не сделаете того, что хотите сделать, то вы будете потом жалеть об этом. И я не уверен, что вы этого хотели бы. Поэтому признаться мужчине в своих чувствах нужно только в том случае, если вы, вот, готовы от него не получать того, что нужно вам, например. Если вы готовы не ждать от него чего-то. Вот. А так, по всем признакам мужчина проявляет симпатизм, только боится проявлять её как-то более активно. Ну, может быть, считать, что этим он отпугнёт вас, может отпугнуть вас, может быть у него ещё какие-то есть аргументы. А может быть он просто по-другому не умеет, то есть вы говорите, что он слишком серьёзен, это может быть проявлением стеснительности. То есть человек может просто стесняться. Вот. Тем не менее, я думаю, что со временем, если вы признаетесь ему в любви, то со временем это обязательно раскроется. То есть либо раскроются его негативные стороны, либо раскроются какие-то его позитивные стороны, которые вам будут нравиться. Вот. Ну, однозначно нужно проверить, потому что иначе вы не сможете узнать этого, а если вы не сможете этого узнать, то будете идеализировать подобные вещи. И идеализируя подобные вещи, вы рискуете в этом застревать, ну вот, в том, что происходит, и не жить дальше. Что не является чем-то хорошим, опять же, именно для вас. С другой стороны. С другой стороны. Важный момент. Почему вы не знаете, как себя вести? То есть вы говорите, я не знаю, действовать ли мне. То есть в чем конкретно ваши сомнения? Вот именно ваши сомнения в чем? На мой взгляд, сомнения нужно обязательно развеять, потому что если вы, например, не уверены в себе, то это проблема как для вас, так и для ваших отношений, так и для людей, с которыми вы можете быть в этих самых отношениях. То есть вы чего-то боитесь, например, вы чего-то опасаетесь или у вас есть некая такая, ну скажем, сверх мотивация для того, чтобы быть в отношениях. То есть вот это постарайтесь выявить. Этот момент важен на самом деле довольно сильно. Этот момент очень важен для понимания того, что происходит с вами. Вот. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите мне в личку или другому эксперту, кто ответит вам на вопрос. Мы, я или кто-то другой, будем рады вам помочь. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения в данной ситуации. Спасибо.